Историческая игра. Те, кто побывал на этом матче, надолго его запомнят. Те, кто не смог попасть на арену, могут кусать локти. Такая голевая феерия на Фетисов арене еще не случалась. Начали приморцы с быстрого гола, но взятие ворот отменили после видеопросмотра. Увидели игру высоко поднятой клюшкой у Роберта Саболича. Нефтехимик после этого проснулся, заиграл активнее, но сразу получил гол в контратаке. Набегавший вторым темпом, Волченков забил первую шайбу за «Адмирал». Причем в меньшинстве. Перед этим он забивал в России почти 15 лет назад. Раньше бросал верхом, а тут бросил низом и зашла. Нужно, оказывается, бросать низом, чтобы заходила. Еще в меньшинстве? Ну, там хорошо сыграл Союзов и отдал мне практически пустые ворота. В начале периода команды осторожничали, но под конец 20-ти минутки пошел открытый и бескомпромиссный хоккей. Лидер «Адмирала» в прошлом сезоне Константин Макаров, у которого после перехода в «Нефтехимик» не совсем клеится, начал улучшать личную статистику. Арена мне хорошо знакома. Не знаю, где-то, может быть, повезло, может, немножко. Не знаю. Конечно, хочется забивать как можно чаще. Ну, знаете, интересно было на кости посмотреть. Я видел его статистику прошлогоднюю. Все понять не мог, откуда она у него такая серьезная. Ну, вот сегодня увидел. Ну, наверное, маленькая площадка. Легче ему, наверное, просто на маленькой площадке. Молодой нападающий Павел Макаренко к радости трибун вновь выводит «Адмирал» вперед. А Дмитрий Лугин, говоря по-спортивному, забивает в раздевалку 3-1. Королем паса в этой игре стал защитник «Адмирала» Михаил Григорьев. Ввели в счете очень много раз, но закончили, конечно. Они возвращались в игру, не разваливаясь. Тяжело было. Дай бог, что сегодня так сложилось. Мы играли. Второй игровой отрезок. Гости ударно решают задачу голевого дефицита. Еще один лидер «Адмирала» прошлых лет Рихард Гюнге вспоминает, как блистал на этой площадке. Но нынешний легионер приморской команды Саболич демонстрирует аналогичное мастерство. Реализует большинство 4-2. Опять ответ Гюнге. Десятый номер сделал дубль, а вслед за ним такой же результат показывает Макаров. 4-4. Много голы. Конечно, у нас какие-то моменты обороны не дорабатывали. И в Мечестве что-то не получилось. Соперник давал много проблем и не сдавался. В концовке периода Ткачев в непростой ситуации забрасывает в падении на перерыв. Адмирал уходит в статусе лидера. Кто перетерпит? Это лейтмотив третьей 20-ти минутки. Нервы сдали у гостей. Легионер приморцев Райт недаром дежурил у штанги. 6-4. Но ему ответил бывший иностранец адмирала Кинрейд, который теперь выступает за Нижнекамск. 6-5. Шаткое преимущество. Удача улыбается Союзтова, который после нескольких отскоков отправляет шайбу в пустые ворота гостей. 7-5. Впервые адмирал забивает столько и впервые столько шайб на льду Фетисов арены. Павел Зайцев, Павел Михайлов. Панорама.